Венера Конечно, в прошедшем году более всего привлекала Венера. Начиная с августа прошлого года, все говорят о Венере, потому что о ней и раньше говорили, она похожа на Землю внешне, но как-то давно уже к ней стал угасать интерес, как к возможному прибежище жизни, потому что мы убедились, что планета адская. Это когда-то Стругацкие и прочие продвинутые фантасты представляли себе Венеру как почти копию Земли. Но выяснилось, что на Венере горячо, температура там почти 500 градусов выше нуля по Цельсию на поверхности планеты, и сразу представления о жизни на Венере прекратились, фантазии прекратились. Тем не менее, я вот на днях пересмотрел фильм 1962 года, чтобы представить себе, как в начале 60-х ученые и фантасты думали о Венере. Посмотрите, в сети лежит этот замечательный фильм Павла Кулушанца, вообще режиссер великолепный, по роману Казанцева, «Планета бурь». Замечательный фильм, и вот там такие кадры. Венера – это земля каменноугольного периода. Но мы так себе представляли Венеру. Выяснилось, что она очень горячая, и мы это прекрасно понимаем теперь. Вот наша Солнечная система, а вот тот узкий диапазон расстояния, где солнечное тепло создает на поверхности планеты благоприятные для жизни условия. Мы называем это коридором или зоной возможной жизни. Когда-то она была ближе к Солнцу, Солнце не так сильно грело планеты, и Венера тогда попадала в область благоприятную для жизни. Но сегодня Солнце разогрелось, зона жизни отступила от Солнца, Земля по-прежнему в ней, а Венера уже в горячей области. И все махнули на нее рукой, да, там жарко, там никакой жизни быть не может. Но вот в сентябре прошлого года появилась совершенно сногсшибательная история, информация. Причем подана она была в совершенно несвойственном для ученых ключе, когда, в общем, тайно распространялись эти сведения, и потом вдруг во всем мире одновременно они всплыли. Вот нас просили, об этом не говорить наши европейские коллеги. Но в конце концов все это узнали. В атмосфере Венеры был открыт вот такое простенькое химическое соединение, фосфин, фосфор H3. Но о чем это, по мнению исследователей, говорило? Фосфин может по разным причинам в атмосфере планеты появляться. Его могут синтезировать биологические микроорганизмы, биологические организмы. Он может создаваться под действием ультрафиолета солнечного или вулканических извержений. Но расчеты показали, что в атмосфере Венеры ни вулканы, ни солнечный свет не могут такое количество фосфина создать, как было обнаружено. И единственным его источником были объявлены микроорганизмы. На Земле у нас они болотный газ выделяют, он там иногда огоньками ночью над болотом окисляется, кислородом горит. А было сказано, что вот в верхних слоях венерианской облачности на высоте примерно 55 километров условия для жизни микроорганизмов вполне приемлемы. Температура около муля, давление около одной атмосферы, и там могли бы жить микробы, которые выделяют фосфин. Это, конечно, ударная новость была. Она всех сразу развернула в сторону Венеры. И в дальнейшем, тогда же, в октябре прошлого года, было новое сенсационное объявление, что там еще и глицин нашли. Ну, глицин – штука своеобразная. С одной стороны, это аминокислота. Среди 20 аминокислот, из которых наши белки состоят, она простейшая. Там 10 атомов. Вроде бы это важно. Но глицин, вообще-то, и в межзвездном пространстве, в облаках есть, и в веществе комет он обнаруживается. Так что для космоса глицин – это не что-то такое, непременно связанное с жизнью. Но, тем не менее, намекающая на возможность биосинтеза. Все это развернуло интерес к Венере. И мы стали думать, а может, действительно, чем черт не шутит, там в облаках на высоте 50-60 километров, где условия вполне комнатные, если не считать, что сами облака состоят из капель концентрированной серной кислоты. Возможно, там есть какая-то биологическая активность. И надо сказать, под этим есть определенная база. Вот перед вами картинка для каждой из этих планет, даже спутников планет. Вот спутник Европы, спутник Люпитера, Энцелад, спутник Сатурна. И вот этими шариками показаны объемы зоны жизни, предполагаемой жизни, конечно. То есть на Земле это она реальная жизнь, а на остальных планетах предполагаемая. То есть объем, внутри которого температура от нуля до 100 градусов по Цельсию держится. Там может быть жидкая вода, ну и соответствующие условия для жизни. На Земле это довольно тонкая, тонкий слой атмосферы и океана. На Марсе это подземная, на Титане, на Европе, на Энцеладе это подземная зона жизни, там подо льдом. На Европе, кстати говоря, не меньше, чем на Земле. И вот, оказывается, наибольшая по объему зона жизни это Венерианские облака. Слой где-то там от 50 до 65 километров на высоте от поверхности планеты. В облаках, оказывается, да, действительно есть зона жизни. И как тут не вспомнить нашего замечательного планетолога Леонид Васильевича Ксанфомолити, который вот позапрошлым году закончил свою земную жизнь. А он озадачил нас несколько лет назад предположением, что и на поверхности Венеры есть жизнь. Вы, наверное, слышали об этой гипотезе Ксанфомолити. Он просматривал изображения телевизионные, переданные нашими спускаемыми аппаратами советскими, которые когда-то летали на Венеру. И вроде бы обнаружил странные структуры, которые то появляются, то исчезают на одних и тех же местах в течение примерно двухчасового сидения аппарата на поверхности его работы. И его предположение, что это живые организмы. Мало кто в эту сумасшедшую идею поверил. Но вот оказывается, что Венера не такое безнадежное место. И какие-то формы жизни, по крайней мере в облаках, может быть, существуют. Правда, и с открытием Фосфина не все так просто. Альтернативные группы радиоастрономов утверждают, что это, в общем, ошибка произошла. Что нет там линий поглощения Фосфина, которые были объявлены как открытие. Но сейчас идет дискуссия. Посмотрим, чем она кончится. Новые наблюдения происходят. И, по крайней мере, интерес к Венере не ослабевает. Луна. Вроде бы, ну, чего мы от Луны можем ожидать? А как выяснилось в последние годы, мы ожидаем потрясающей активности китайской космонавтики в отношении Луны. Во-первых, впервые в истории китайцы осуществили посадку на обратной стороне Луны, предварительно запустив за Луну туда, в точку Лагранжа, спутник-радиоретранслятор, который позволил наладить связь с Земли и связь земных ученых с обратной стороной Луны, на которую осуществил посадку аппарат, и поработать там с ним. И вот что удивительно. Аппарат сел два года назад. 3 января как раз было два года, юбилей, как он туда опустился. Сам посадочный аппарат прекрасно работает. На нем там масса научной аппаратуры. В этом нет ничего удивительного. А вот удивительно лично для меня, что луноход, который с него съехал, тоже работает. Вы помните историю первого китайского лунохода, севшего на видимом полушарии Луны. Он проехал там пару сотен метров и испортился. И хотя еще некоторое время работал, но в таком стационарном состоянии. В общем, оказался не очень годным для исследования Луны. А вот второй уже, севший на обратной стороне Луны, два года работает. Два года. Это мировой рекорд работы автоматического аппарата на лунной поверхности. Работает на обратной стороне Луны. Китайцы очень быстро идут, модернизируют свою технику, скажем так. Ну и, наконец, апофеоз китайской космонавтики на сегодняшний день. Это автоматическая доставка лунного грунта. Никто, кроме когда-то Советского Союза, этого не делал. Американцы собирали грунт руками астронавтов. А мы тогда, в советские годы, в 70-е, доставляли в автоматическом режиме. Доставляли немного, по 100-150-170 от силы грамм лунного грунта. Китайцы совершили прорыв в этом направлении. Их Чанге-5 вышел на орбиту вокруг Луны. Посадочный аппарат. А вот этот остался на орбите, а посадочный. Опустился на Луну, побурил ее, собрал вокруг аппарата, там, манипулятором грунт. Упаковал все во взлетный аппарат. Взлетный взлетел, встретился с орбитальным, перегрузил ампулу с лунным грунтом на орбитальный. И тот отправился к Земле и эту капсулу посадил на Землю. Идеально произошла вся эта работа. И китайцы полтора килограмма, даже, по-моему, кило 700 лунного грунта из моря дождей доставили на Землю для анализа. Молодцы! Мы поговорили о спутниках. Теперь к малым телам Солнечной системы, к астероидам и кометам. В этом году просто год малых тел. Во-первых, японская Хаябуса, это уже Хаябуса-2, долетела до своего намеченного астероида. Я напомню, у японцев несколько лет назад был Хаябуса-1, который встретился впервые в истории с астероидом Итакава. Вот он, вот так выглядит астероид. Так, ну-ка, ну-ка. Вот так выглядит астероид Итакава. Встретился с ним и попытался взять с его поверхности образцы грунта. Кое-что получилось. Буквально несколько песчинок, микро-микрограммы этого вещества были собраны. Ну и сказать, что они как-то особенно пригодны оказались для анализа, я не могу. Они, в общем... Ну, первый анализ был проведен, но фактически это был такой не совсем удачный эксперимент, который просто показал возможность таких полетов. Но научные результаты были слабые. Но Хаябуса-2 уже оказался более надежным аппаратом, лучше приспособленным для такой работы. И он немножко потяжелее. Но они тоже полутонные оба аппарата. Хаябуса-2 чуть побольше. Он подлетел к астероиду Рюгу, такого почти километрового размера, такой вот многоугольный камень, и провел там колоссально интересную работу. Во-первых, он из нескольких точек взял образцы поверхностного грунта. Делалось это путем выстреливания маленьких таких шариков металлических, которые поднимали облако пыли, и хоботком, таким пылесосиком маленьким, затягивал этот аппарат внутрь себя, вот эти образцы грунта. Но это с поверхности. Поверхностный грунт нас не так интересует, потому что вот это место, так сказать, соприкосновения показано, тень самого аппарата, место, куда он опускается, вот сюда-сюда, и оттуда брал первые образцы грунта. Потом сбросил на поверхность астероида маленькие роботы. Роботы даже могли перемещаться, у них такие зацепочки, и они там прыгали по поверхности астероида, показывали нам даже поверхность в телевизионном репортаже. Но главное было, конечно, в эту капсулу упаковать образцы грунта и привести их на Землю. Как он это делал, вы сейчас увидите. Он приближается к поверхности, стреляет по ней шариками, ба-бах, и поднимаются пылинки, которые сюда вот в этот хоботок попадают и там упаковываются. Но самый замечательный эксперимент был вот таким образом сделан. Снаряд, аппарат спрятался, снаряд ударил по поверхности астероида, вырвал там ямку, аппарат вернулся, нырнул в эту ямку, и из ямки собрал образцы грунта. Почему это очень важно? Вот место, куда он ударил своим ударником, таким снарядом без взрывчатки, просто ударил как следует и вырвал довольно крупную ямку. Он сорвал верхний слой грунта, который испорчен космической радиацией и уже не представляет из себя исходное вещество астероида. И туда в ямку нырнул, взял оттуда чистая, не испорченная космической радиацией, вещество астероид. Это замечательный эксперимент. И он завершился тем, что на днях капсула с этим грунтом прибыла. Посадка была в Австралии. Китайцы, простите, японцы туда приехали, нашли парашют, вот эта капсула, вытащили ее. Насколько я понимаю, вот почему оператор одет как подрывник. Дело в том, что там закупоривается эта капсула такими пиропатронами, ну и была вероятность, что может быть один или два не сработали. В общем, могла быть, была небольшая вероятность взрыва. Ну, конечно, ничего там не взорвалось, все прошло нормально, упаковали это дело, привезли в Японию, и сейчас начинается изучение этого, по сути дела, первого достаточно крупного образца, взятого с астероида. Вот впервые ученые получили достаточно материала, чтобы начать эксперименты, научные анализы проводить с веществом астероида, причем взятого из глубины. Вот это просто замечательный эксперимент. Американцы тоже в нынешнем году занялись разработкой астероидов, правда, вышел он на орбиту в 18-м, и до 21-го года будет, ну, до нынешнего года, будет еще гулять по орбите вокруг астероида Бену, небольшой полукилометрового размера астероид. Но сам аппарат американский, крупный, двухтонный, у него есть такая лапа, которая собирает грунт, и потом вот эту капсулу запаковывает его. Ну, и нам обещают, что в 23-м году, как раз на день осеннего равноденствия, капсула будет сброшена на Землю, и мы получим вещество еще одного астероида. Прекрасный эксперимент. Вот он, этот самый Бену. Со всех сторон. Вообще, само по себе приятно даже увидеть вблизи астероиды. Раньше мы их только как точки на небе видели, а теперь как вполне самостоятельные, разнообразные, интересные космические объекты. Ну, вот так на картинке нам показывают, как сбор образцов происходил, и еще будет продолжаться некоторое время. Кометы. Ну, с кометами мы уже в предыдущие годы разобрались. Я все-таки хочу вернуться к комете Черюмова-Герасименко на некоторое время. Остались загадки, которые были обнаружены там европейским зондом Розетта, ну, и посадочным аппаратом ФИЛы. Какие это загадки? Они касаются внутреннего строения ядер комет. Мы знали всегда, что это ледяная глыба, но мы не знали, как она внутри там, какую структуру имеет. Выяснилось, что, например, ядро кометы Черюмова-Герасименко, да и ядра других, примерно половина всех исследованных комет, имеют очень маленькую и среднюю плотность, примерно полграмма на кубический сантиметр. А ведь лед имеет плотность около одного грамма на кубический сантиметр. А это значит, что кометные ядра пронизаны какими-то порами, какими-то пустотами. Ну, впервые мы увидели поверхность ядер комет, вообще так, как будто сами гуляем по этому горному ландшафту. А загадками остаются, во-первых, структура этой поверхности, вот песчаные, ну или ледяные, как хотите, либо еще какие-то дюны. Откуда дюны могут быть на безатмосферном теле? И самая большая загадка – пещеры. Вот на поверхности ядра кометы Черюмова-Герасименко обнаружен вход в пещеру, такой колодец вертикально огромного размера, как целый стадион лужники. И, значит, они ведут в какие-то пещерные пространства внутри этого монолитного, а, скорее всего, не монолитного тела. И теперь, конечно, кометы и астероиды, можно сказать, самое привлекательное, что в астрономии Солнечной системы в последние годы стало появляться. И уж апофеозом этого стал прилет в нашу Солнечную систему чужих подобных объектов, чужих астероидов и чужих комет. Первым из них явился Омуамуа. Вот о нем как раз меня и спрашивали. А в 17-м году осенью пронесся вот по такой траектории, прямо пересекая все орбиты всех планет, внутрь орбиты Меркурия он прошмыгнул и потом ушел на периферию Солнечной системы и вообще из Солнечной системы улетел. Вот такой вот астероид. Это, конечно, не фотография, а рисунок. Все, что мы о нем знаем, это приблизительно его размер несколько сотен метров, может, две сотни метров в длину. И форму. Вот форма его, это, пожалуй, самое загадочное в этом пришельце. Он очень тонкий и длинный. До сих пор бытует мнение, что это космический корабль пришельцев, потому что мы внешнего вида не видели, только приблизительно форму по его вращению, изменению блеска себя представляем. Но, может быть, он и естественный. Скорее всего, естественный. А не исключено, что и космический корабль, лишь очень странная форма. Среди миллиона астероидов, уже обнаруженных в нашей Солнечной системе, ни одного такого сигарообразного нет. Ну и лиха беда начала. Пришел Омуамуа, первый межзвездного происхождения астероид, а вслед за ним пришла первая межзвездная комета, комета Борисова. Комета Борисова, потому что открыл ее сотрудник нашего института государственного астрономического министра Шенберга, Геннадий Борисов, наш выпускник, дипломированный астроном. Но он себя скромно называет любителем астрономии, потому что основная его работа не связана с кометами. Он в основном как телескопостроитель, как создатель техники, а телескопы он делает. Вот это его самодельный телескопчик. Неплохо, да? И у него много подобных. Но Геннадий еще и увлекается поиском кометы астероидов. И вот ему невероятно повезло. Первая в истории науки межзвездная комета. Ее до сих пор продолжают изучать крупнейшими телескопами в мире. Вот телескоп Хаббл ее фотографировал. Она сейчас на отлете, но за ней еще продолжают следить. Ее ядро раскололось. Ну, в общем, история с ней замечательная. И уж коли мы в течение года полутора сразу обнаружили и межзвездный астероид, и межзвездную комету, пришла идея. А, собственно, не могло что-нибудь межзвездное ударить когда-либо по Земле. Стали искать в старых архивах, и выяснилось, что в 2014 году в атмосферу Земли влетел небольшой, примерно полуметрового размера, ну, можем сказать, микроастероид, метеороид межзвездного происхождения. По траектории его полета было видно, что он не член нашей Солнечной системы. Вот, оказывается, они прилетали. Мы просто о них ничего раньше не знали. В перспективе астрономы, конечно, обязаны следить за всем, что летит в сторону Земли, и предупреждать землян о каких-то возможных катаклизмах. Вот на ближайшие годы, до 2190 года, какова перспектива уже исследованных тех астероидов, про которые мы хорошо знаем, их траектории, они члены Солнечной системы. Пожалуй, наиболее опасным считался астероид Апофис, и он действительно пройдет ближе, чем геостационарные спутники к Земле, все остальные намного дальше, ну и опасность его удара по Земле практически нулевая. Но надо понимать, что это уже изученные, а вот такие пришельцы, неожиданно появляющиеся, особенно межзвездные, которые с большими скоростями летят, мы не гарантируем от их неожиданного появления вблизи Земли или даже попадания по нашей планете. Тут астрономы пока бессильны. Экзопланеты. Ну, это большой рассказ, конечно, у меня от силы 5 минут на него. Открытие экзопланет успешно продолжается. И несмотря на ковидный год, а надо сказать, многие обсерватории притормозили свою работу, тем не менее, вот я вам статистику открытий показываю. Январь прошлого и январь нынешнего года, как видите, примерно 250 новых экзопланет открыли, то есть примерно 2 экзопланеты. Каждые 3 дня мы обнаруживаем. Это хороший темп обнаружения планет у других звезд. Скоро будет 4,5 тысячи надежно обнаруженных экзопланет. Очень хороший результат. И исследования их, конечно, разными методиками происходят, и разные сведения о них нам поставляют. Более всего, публику широкую, да и любого и астронома, интересуют планеты земного типа и планетные системы типа нашей Солнечной. Они есть. Вот, пожалуйста, Кеплер-90, планетная система. Ну, Кеплер, потому что телескоп Кеплера обнаружил ее. Очень похоже по строению на нашу Солнечную систему. Гиганты снаружи, планеты земного типа внутри, поближе к Солнышку. В общем, действительно, почти полный аналог Солнечной системы. Ну, а Трапест-1 – это вообще суперинтересная планетная система, где семь планетных тел, все семь более или менее похожи на Землю, и два, может быть, три из них даже находятся в зоне возможной жизни. То есть вообще изумительная перспектива для поиска жизни на этих планетах открылась. Ну, вот Трапест-1 – это его планеты, это наши родные планеты, зона жизни в Солнечной системе, зона жизни вблизи звезды Трапест. Красный Карлик, он не особо греет планеты, но и они к нему поближе. Так что, в общем, они в более или менее комфортной зоне все находятся. Ближайшая к нам экзопланета обнаружена у ближайшей к нам звезды, у Проксимы в созвездии Кентавра. Причем планета с массой, примерно одной массой Земли, и, что самое приятное, в зоне жизни. Habitable zone – это зона жизни. Ну, все к тому, чтобы первый межзвездный перелет устроить именно в направлении Проксимы Кентавра и попытаться изучить эту планету. Изображение планет мы, в общем, начали уже получать. Это, конечно, трудно. Пока только изображение самых крупных планет получается. Да и то не изображение, а просто точки. Но все-таки это свет, идущий от далекой планеты. И даже мы следим за их движением. Если делать это год за годом, то, посмотрите, можно уже зафиксировать. Звезда прикрыта, чтобы она не ослепляла телескоп. И мы уже следим за движением некоторых планет в экзопланетных системах. Это, конечно, гигантское достижение наблюдательной астрономии. Мы раньше чисто теоретически могли представить себе, как формируются планетные системы. И вот такие красивые рисунки делали в своих учебниках. Говорили о том, что есть зона, нагретая солнцем, где только каменистые планеты могут существовать. Затем и зона прохладная, где планеты-гиганты из газообразного вещества. Но все это были домыслы. Сегодня мы имеем с помощью современных астрономических инструментов вот крупнейший комплекс радиотелескопов на севере Чили, в Андах-Чилийске. ALMA называется этот комплекс. Он нам дает возможность фотографировать, ну а точнее радиоизображение в миллиметровом диапазоне, получать диски, прото-планетные диски вокруг формирующихся звезд. Это уже не фантазии, это реальные диски. Там, где мы видим отсутствие светящегося вещества, значит, что тут планета его уже собрала на себя, и где-то тут мы вскоре обнаружим сформированную планету. Прекрасный темп новых открытий. Кеплер, космический телескоп Кеплер открыл много, но сегодня он уже не функционирует. На смену ему пришли несколько новых космических телескопов. Вот ТЭС, например, четырехобъективный телескоп, который большие поля сразу фотографирует, и однообъективный, можно сказать, однотелескопный космический инструмент Хеопс. Оба они очень активно работают, хотя они довольно небольшие инструменты, и готовят почву для следующих. А следующим должен стать телескоп имени Джеймса Уэбба. Вот такой раскладной, шестиметрового, шесть с половиной метров диаметром зеркало у него будет. Ну, ясно, что такой гигант не засунешь в ракету, поэтому после запуска он будет раскрыт. Это самая тонкая и самая напряженная часть его работы будет аккуратно раскрыться и превратиться в полноценный инструмент. Но для него уже подготовлены цели, подготовленные экзопланеты, открыты, предварительно исследованы, а он их будет детально исследовать. Но трудно исследовать планеты, находящиеся у других звезд. Вот посмотрите, фотография яркой звезды, которая своим светом заливает все вокруг себя, и даже если там рядом с ней есть планета, попробуй ее изучить. Как быть? Идея такая. Пока идея, пока денег на нее нет, но идея проработана технически. Запускаем телескоп и в сложенном состоянии специальный экран. Экран разворачивается, принимает необходимую форму. Эта форма математически рассчитана, очень точно, чтобы дифракция тут работала как надо. и улетает подальше, на большое расстояние от космического телескопа, закрывая собой те звезды, рядом с которыми обнаружены интересные планеты. И тогда ее свет, звездный свет, не ослепляет космический телескоп, и телескоп может изучать те планеты, которые нас интересуют. Красивый очень эксперимент, но пока он не финансируется, а только предварительно прорабатывается. Я подошел к концу своего рассказа и не рассказал о том, что лучше меня и детальнее меня может рассказать Сергей Попов. Вы его, конечно, знаете. Он тоже сотрудник нашего института, профессор Академии наук, доктор наук. Он ежегодные обзоры делает. И вот в Троицком варианте первый номер за этот год. Скачайте его, он легко доступен. Троицкий вариант наука. Там большой двухстраничный обзор по новостям астрономии за прошедший год. Там и быстрые радиовсплески, игра в волны. Единственное, что я вам покажу, замечательный у нее рисунок. Он взял его с американского сайта. Гравитационно-волновая астрономия вышла на, как сказать, на трудовой подвиг. По началу первые годы, после 15-го, помните, в сентябре 15-го года был первый гравитационно-волновой импульс принят. Начиная с начала нынешнего года в строй же вступил второй комплекс гравитационных телескопов ВИРГа, кроме двух американских ЛАИГа. И они модернизированы. Такую высокую чувствительность получили, что сейчас открытие гравитационных всплесков идет регулярно. Раз в неделю уж точно один всплеск, то есть один объект открывается. Это и слияние черных дыр, и слияние нейтронных звезд. Уже даже было слияние нейтронной звезды с черной дырой. А к ним только что подключилась японская гравитационно-волновая обсерватория КАГРА, у которой самостоятельно, она подземная, там охлаждаемые зеркала, в общем, новый уровень технологии. И они вчетвером уже будут два ЛАИГа американских, ВИРГа европейские и КАГРА японская. Это уже большой комплекс гравитационно-волновых телескопов размером с земной шар и со значительно более продвинутыми возможностями. Все это вы прочитаете у Сережи Попова, если вам это интересно. А я в конце своего рассказа все-таки хочу вернуться к началу и напомнить вам о возможности проголосовать против поправок относительно просветительской деятельности. И если вам не безразлична наша просветительская работа, ваша и наша, то проголосуйте. Спасибо. Я на этом завершаю рассказ. Если у нас появились еще вопросы, то постараюсь на них ответить. Да, Владимир Георгиевич, спасибо большое. Вопросов много. И, кстати, ребята, все видели, наверное, что как раз ссылку на петицию мы в чат скинули. Можно... А, есть уже там, да? Да, так же взять. Хорошо, я тогда пойду по вопросам снизу вверх, потому что так будет удобнее. Сеня спрашивает. Как известно, у Венеры отсутствует магнитное поле, и оно ближе к Солнцу, нежели Земля, а следовательно, обильнее бомбандируется солнечным излучением. Почему Венера не лишилась атмосферы? Потому что атмосфера там гигантская, ребята. Ее не... Она, конечно, теряет атмосферу, теряет так же, как и Марс. Марс вообще очень активно ее теряет. У нее тоже нет магнитного поля. Теряет более интенсивно, чем Земля. Я вам напомню. Земля теряет примерно 3 килограмма газа в секунду. Это не очень много. Это 300 тонн в год. А земная атмосфера истощится примерно через 3 миллиарда лет. А венерианская атмосфера в 94 раза массивнее земной. Так что, хотя она и теряет газ, но его еще надолго, на многие миллиарды лет хватит, чтобы над Венерой была плотная воздушная оболочка. Точнее, не совсем воздушная, там углекислый газ в основном. Но, тем не менее, теряет. Но ее там еще много этой атмосферы. Спасибо большое. Здесь еще вопрос тоже на соцсетях. Скажите, пожалуйста, на каком расстоянии сейчас Вайджер-1 и получает ли еще от него сигнал? Рядом с какими звездами он пролетит? И вдогонка вопрос, обнаружены ли действующие вулканы на Венере. Чтобы сразу все... Давайте с Венеры. Действующие вулканы там обнаружены по их грозовой активности. Она зафиксирована, кстати говоря, прибором, который когда-то сделал Леонид Васильевич к Сенфомолите. Такие маленькие грозоотметчики летали на наших аппаратах Венера. Это его рук дело. И по грозовой активности, а вы знаете, извержение вулкана всегда сопровождается грозой, потому что есть восходящие потоки воздуха, электролизуется воздух, и грозы гремят над вулканами. Ну и по химическому составу атмосферы тоже видно, кстати, по наличию серной кислоты, видно, что там вулканы работают. Но прямо вулканов мы не видели, потому что сквозь атмосферу Венеры с орбиты не видна поверхность. Даже в инфракрасном диапазоне, где вулканы должны были бы себя проявить с тепловым излучением, все равно не пробивается это излучение, и мы не можем увидеть поверхность Венеры ни в оптических, ни в тепловых лучах. Так что найти вулканы пока не удается. Но по косвенным данным они там есть. Первый вопрос был про Вояджера. Это очень 110 астрономических единиц, он сейчас отлетел от Земли и продолжает улетать. Каким звездам? Слушайте, он так долго будет лететь к ближайшей звезде, что от него ничего уже не останется, по-моему. Космическая радиация разъедает этот аппарат и корпус этого аппарата, и дай бог, чтобы там какие-то обломки долетели. Поэтому я не задавался вопросом, какой именно звезде держит путь Вояджера. Это довольно бессмысленный вопрос. Спасибо большое. Вопрос от Давида. Может быть не по теме, но хочется узнать ваше мнение о возможности реализации проекта Илона Маска Starship, в частности его выхода на околоземную орбиту в этом году. А какую роль сыграл в этом полете SN8 в декабре 2020 года и возможно ли синхронизация 28 двигателей Raptor с тягой 250 тонн? Спасибо. Уже было испытание этой ракеты. Она подпрыгивала первую ступень. Вроде бы подпрыгнула и опустилась нормально. И учитывая тот темп, в котором работает Илон Маск, я бы с 50% вероятностью сказал, что в конце этого года он что-нибудь запустит. Starship это огромная ракета, действительно гигантская ракета, новая. Но не надо забывать про ковид, который тормозит все работы, тем более работы больших коллективов, когда люди работают рядом. Возможно, это неприятная инфекция притормозит и работу Маска. Ну, может быть, это отодвинется на полгода или на год, но безусловно Starship полетит. Маск умеет делать большие ракеты, он это всем доказал. Мы помним неудачный вариант нашей ракеты N1, которую делал Королев там 30 двигателей было, и при отсутствии современных компьютеров, конечно, невозможно было управлять такой сложной системой двигателей, что и было доказано авариями наших ракет N1. Но мне кажется, что современная техника и датчики, и компьютеры уже настолько эффективны, что удастся. Вот интуитивно, я, конечно, не инженер, я в этой системе не работал у Маска, но интуитивно мне кажется, что современные системы управления справятся и с 20, и с 30 двигателями и будут отключать их как-то попарно, чтобы синхронизовать тягу, и, может быть, вторично включать. Но посмотрите, у Илона Маска некоторые двигатели летали неоднократно, Раптор хороший двигатель на природном газе работает. В общем, я большой оптимист в направлении работы Маска. Мне очень нравится, как он и его молодая команда интенсивно делают современный мир. Это не пустые слова, они делают будущее. Я очень рад, что им это удается. Здорово. Хоть немножечко оптимизма прибавилось сегодня, а то как-то у нас все вокруг денег и вокруг ковида крутилось. Хорошо, что такое. Если опять вспомнить о деньгах, то сегодня Маск самый богатый человек в мире. Вы помните, что он уже в течение двух недель на первом месте среди всех миллиардеров. А это значит, что и финансовая база у него есть, чтобы такие проекты реализовать. Это очень приятно, что богатый человек занимается такими делами. Вопрос от Георгия. Лунный грунт он мягкий или его надо именно сверлить как камень? Верхний слой мягкий. Помните, какие следы оставляли астронавты? Но это не глубокий слой, там от 5 до 20 сантиметров глубиной, такой пушок, такой рыхлый реголит. А дальше он спекшийся, он довольно твердый уже и приходится сверлить. Вот когда американские астронавты руками работали, у них ручная дрель была, бурильный станок, они пытались на 2 метра вглубь проковырять, на полтора смогли, а глубже не пошло, там уже начинается все более и более твердая порода. Китайцы сейчас брали грунт, говорят, что они почти до 2 метров досверлились. Может быть. Алексей Лебедев спрашивает, каково ваше мнение о недавно выданной идее, что темной материи не существует? Идея старая, конечно, еще с середины 70-х есть альтернатива. Либо это вещество, природу которого не знаем, но оно более или менее обычное в смысле гравитации, притягивает, как любое другое вещество. Либо никакого вещества, никакой темной материи, темного вещества нет. Это просто неисследованное свойство гравитации, что на таких больших расстояниях, межзвездных, межгалактических, мы просто неправильно описываем гравитацию. Ни теория Ньютона, ни даже теория Эйнштейна неверно описывают гравитацию. Мод модифицированная Ньютонова гравитация, это тоже такая идея давно обсуждается. И пока у нее с моей точки зрения шансов немного. Удается ее подогнать так, чтобы она объясняла гравитацию в пределах нашей галактики, но никак не удается, чтобы она объясняла гравитацию в пределах всей Вселенной. Особенно молодой Вселенной, когда формировались другие галактики, и без темного вещества, без вот этой Дак-метра, ну никак не обойтись, никак не объяснить существование, формирование окружающего нас мира, галактик, скопление галактик. Мне кажется, это не очень перспективная идея, и все-таки надо искать темное вещество, Дак-метра. Вот Дмитрий Горынин предлагает вернуться к разговору про Маска, и спрашивает, город на Марсе в 2050 году, это реально? Что называть городом, ребят? Вот на Южном полюсе в Антарктиде там город или не город? Там сотни людей на научной базе Скотт Амундсен работают непрерывно уже много лет сменяя один экипаж сменяет другой. Это город? Да нет, это научная станция, которая требует постоянного притока горючего, пищи, там, в общем, всего-всего с материка, как говорят, и поддерживать ее жизнедеятельность можно только издалека, из благополучных стран. Если мы на Марсе лет через 20 колонии ученых организуем, то есть лабораторию, пилотируемую с людьми, то все равно будем снабжать ее с земли всем необходимым первые десятилетия, пока там не наладится самостоятельная, ну, такая колониальная жизнь уже, все они будут производить для себя на месте. Вот тогда это можно будет назвать городом. К 50-му году, то есть еще 30 лет, а почему бы и нет? Мне кажется, что если Илон Маск будет продолжать работать, и найдутся люди такого же, с таким же увлеченным и инженерным опытом, и увлеченным желанием это сделать, а то один Маск, конечно, этого маловато. надо бы нам дюжину масков в разных странах мира, тогда будет город на Марсе. Да, я помню, что вы достаточно вообще оптимистично настроены по поводу заселения Марса. Неоднократно мы эти темы поднимали и всегда, да, и всегда. Лично я пессимист в том смысле, что я не хотел бы видеть там людей еще несколько десятилетий, пока мы не изучим возможную жизнь на Марсе, ее собственную, марсианскую, потому что появление людей там, это значит заразить Марс всем, что мы туда принесем вплоть до коронавируса. Но я думаю, со мной и вообще с мнением ученых мало кто будет считаться, и все-таки люди при первой же возможности туда полетят. Илья Гринев спрашивает, вы сегодня говорили о тех близких экзопланетах, которые наиболее интересны для исследования. Скажите, пожалуйста, сколько при нынешних скоростях космических аппаратов нам лететь до упомянутых экзопланет? Есть ли какие-то перспективы в существенном увеличении скорости этих аппаратов? Современных аппаратов никакой перспективы разогнать нету, потому что даже если не химическое, а ядерное топливо мы научимся использовать для полета ракет, ну это раз в 10 только ускорит их движение, что в общем тоже тысячи и тысячи лет будут продолжаться эти перелеты. Надо летать со скоростью близкой к скорости света. И тут я вам напомню о проекте все того же Юрия Миллера, который дал еще 100 миллионов долларов на создание микроскопических аппаратов, которые можно будет разгонять до скорости сравнимой со скоростью света. Там раза в 4, в 5 меньше, но все равно сравнимой. А значит долетать они будут за время в несколько десятилетий, может быть даже лет, ну сколько там, лет 15 до ближайшей звезды и лет 40 до ближайших десятков звезд, у которых есть интересные для исследования планеты. Но это микроскопические аппараты будут, автоматы, присутствия человека там не предполагается. Спасибо большое. Давид у нас продолжает засыпать с вопросами. Ему, кстати, 12 лет, но он прям супер-супер в теме космоса. Прокомментируйте, пожалуйста, недавно обнародованную новость Белградской астрономической обсерватории об открытии сети сверхмагистралей в Солнечной системе, объясняющей ее быструю эволюцию и делающих возможным быстрые перелеты малых тел в ее пределах. Никакого открытия тут, конечно, нет. Речь идет о математическом расчете, который вот о чем говорит. Вы помните, как мы запускали, ну, мы в широком смысле, в основном это делают инженеры НАСА, аппараты к далеким планетам, к Юпитеру, Сатурну, Урану, Нептуну и так далее. Мы используем гравитационный маневр, то есть, пролетая мимо очередной планеты, используем ее притяжение для разгона космического аппарата и для его броска к следующей планете. Точный расчет позволяет это делать. Но естественные тела Солнечной системы не поддаются точным, никто их никуда не направляет, они летают случайно. Но ведь и случайно одно из малых тел может выйти на такую траекторию, которая обеспечит ему гравитационный маневр, то есть, пролет мимо Юпитера и Сатурна, разгонит его и бросит в сторону Земли с большей скоростью, чем это тело могло бы приобрести, не попадая вот в такой узкий коридор траектории. Да, такое возможно. Наверное, время от времени такое происходит. Но вероятность этого столь мала, что, собственно, расчеты показывают это белградских, вместе с американскими учеными, насколько я помню, они скооперировали, что такое изредка возможно, что изредка может выстреливать какой-то астероид с неожиданно большой скоростью за счет гравитации планет-гигантов. Наверное, изредка это бывает, но очень-очень редко. Это никакие не магистрали, а просто результат случайно сложившихся обстоятельств. Спасибо большое. Буквально несколько вопросов у нас осталось. Сейчас я задам вопрос от Сени. Два-три вопроса. Держимся. Скажите, красный гигант или сверхгигант это только стадия умирания, ровно как и голубой гигант это только молодая массивная звезда. Возможно ли превращение красного гиганта в голубой? Формально нет. Формально мы называем голубыми гигантами звезды большой массы, которые вот они не такие уж и гиганты на самом деле по размерам, но они очень высокую светимость, мощность излучения имеют, поэтому их иногда называют гигантами. А красный гигант действительно звезда умеренной массы, но накануне своей окончательной гибели, смерти, раздувающаяся как воздушный шарик и принимающая большой размер. Ну вот некоторое такое частичное превращение красного гиганта в голубой возможно, если красный гигант сбросив оболочку, обнажит свои недра и на некоторое время станет ярким и горячим объектом. Такая переходная стадия от звезды к белому карлику. В каком-то смысле он может напоминать голубой гигант. Но их так не называют, потому что они эволюционно другой смысл имеют. Но внешне это может быть похоже. Спасибо большое. Давайте от Ильи еще один вопрос возьмем. Сегодня говорили про жизнь на Венере и в то же время говорили о том, что у Венеры нет собственного магнитного поля. Разве это не говорит о том, что Венера, будучи еще ближе к Солнцу, чем Земля, облучает солнечную радиацию настолько сильно, что ни о какой жизни не может быть и речи. А при чем тут магнитное поле, братцы? Когда речь идет о потоках космических лучей, то есть частиц заряженных, протонов, например, электронов, магнитное поле немножечко охраняет планету от них. от излучения в виде радиации ультрафиолета, например, опасного для жизни магнитное поле никак не защищает, поэтому что оно есть, что его нет. Даже тонкий слой атмосферы уже способен защитить лежащее под ним пространство от ультрафиолета. Вспомните, вы одеваете очки пляжные, черные, и на них написано защищает от ультрафиолета тоненький слой стекла, покрытого специальной пленочкой полимерной. Так что тонкий слой атмосферы делает то же самое. Нас защищает от ультрафиолета вообще атмосфера там на высоте 60 километров слоя зона, где создается. Ну, а на Венере атмосфера настолько плотнее земной, что, конечно, от любого солнечного влияния она надежно защищает все, что находится не только под ней, но даже в верхних ее слоях. Да, давайте мы уже Давиду еще на один вопрос ответим. Он спрашивает, ну, все-таки есть ли шанс у российской астрономической науки и космонавтики достичь уровня советской, чтобы не стыдно было за бесцельно прожитые годы? Ух ты, Господи. Давид, уровень советской космонавтики был не такой уж высокий. Наши достижения покоились на колоссальном количестве неудачных запусков. Посмотрите статистику первых посадок, например, первая посадка на Луну, она состоялась с 13-й попытки. Нам об этом не рассказывали тогда, а вот если бы в нынешние годы 12 неудачных запусков каких-то произошли, обо всех бы мы узнали, мы бы говорили, Господи, какой кошмар. Так что и в советское время мы числом, как правило, брали. Но надо честно сказать, инженеры тогда работали красиво, очень интенсивно и очень изобретательно. Вот из пустого места делали какие-то работоспособные конструкции. Лунный грунт привезли, и луноходы наши бегали. Я напомню, по Марсу, на Марс первая посадка была наша, хоть частично удачная, частично неудачная. Да, тогда работали интенсивно, потому что большие деньги на это шли. Это был один из предметов нашей идеологической борьбы. Мы всем доказывали, какая у нас крутая страна. Теперь мы доказываем это по-другому. Ну, не хочу я сегодня в политику лезть. Так очень много политики, да, кругом. Да, ребят, вокруг нас много политики, и никуда она от нас не денется. Если мы будем забывать о политике, то она не забудет о нас. И давайте держать это всегда в уме, что успехи в науке, они в том числе и с политической обстановкой в стране связаны. Если нет свободы творчества в одном месте, то не будет успехов в другом. В общем, это большая тема. Давид, тебе рано об этом думать. А может быть уже и как раз. Давайте я последний вопрос задам от Игоря Рыбкина, потому что он пропустил одно слово, и сейчас он вопрос переписал, и вот вопрос такой. Хочу задать, да, да? Вопрос его беспокоит уже месяц. Могут ли черные дыры обладать какой-либо критической массой, и что с ними происходит, когда они ее достигают? В смысле большой, такой большой, что что-то с ними случится? Нет, такого быть не может. Вот критически малые массы может обладать тело, которым он ну никак не превратится в черную дыру. Но уж если умирающая звезда превзошла там 3-4 массы Солнца, то никуда ей не деться, она станет, судя по всему, черной дырой. А масса сверху, то есть верхняя граница у черной дыры, трудно себе представить. Например, недавно открыли в центре одной далекой галактики черную дыру с массой 30 миллиардов масс Солнца. Я даже представить себе не могу, это масса целой галактики, упакованной в одну черную дыру. Так что расти они могут до невероятного размера, и никаких преград для этого мы пока не видим. Хорошо, друзья, спасибо большое, спасибо за ваши вопросы. Владимир Георгий, спасибо вам, мы очень рады вас видеть, были сегодня, хоть и онлайн, и очень надеемся, что скоро все это пройдет, и вы приедете к нам по-прежнему на живую лекцию. Я был очень рад видеть вас, обнимаю всех, целую, пока. Ура, ура, все, до свидания, друзья, до новых встреч, пока, пока.